Звание волонтёра преподобного Серафима Саровского Анне Виноградовой присвоили за работу руководителям православного волонтёрского центра «Радость моя». Лауреатами премии стали 24 добровольца из 11 регионов страны. По словам женщины, эта награда общая для всех волонтёров объединений, которые на протяжении 10 лет помогают жителям нашего города и его окрестностей. Мы начинали с поздравлений новогодних, рождественских, с поздравлений детей инвалидов. Нас в это дело пригласило епархиальное социальное отдело. Поздравительные акции, праздники для детей с инвалидностью, поездки в детские дома. Это вот такие были моменты. Были перевозки мебели нуждающимся, они у нас сейчас остаются. Это работа центра «Милосердие». Большую роль в работе волонтёрского центра играет поддержка православного творческого объединения «Мир». Анна уверена, без идей, которые способны заинтересовать людей, без студии «Родничок», которая помогает организовывать детские праздники, ничего бы не вышло. Самый первый, кто нас поддержал, это Департамент по делам молодёжи и спорта. Нас всегда поддерживали социальные учреждения. Мы с ними всё время работаем в связке. Социальные учреждения передают волонтёрам списки и контакты нуждающихся. Сейчас добровольцы помогают пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств, выгулом собак. Больше пяти лет назад образовалась больничная группа волонтёров. Вот эти две бригады, мужская и женская, которые приходили в отделение сестринского ухода нашей клинической больницы и помогали помыть пациентов, лежачих, одиноких. И даже если они не одинокие, ну представьте себе, 80-летняя бабушка лежит без движения, а её дочка сама, ей 60 лет, у неё само уже хронические заболевания. Ну как она её помоет, одна без помощи? Из-за пандемии добровольцы не могут собирать средства в торговых центрах города. Поэтому некоторые проекты волонтёрского центра приостановили. Продолжает работу гуманитарный склад, где нуждающиеся могут получить вещи, игрушки и продукты, которые жертвуют саровчане. Сейчас людям особенно необходима тёплая и мужская одежда – обувь. Гуманитарный склад работает по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов, по субботам с 9 до 12 часов. На улице Пушкина – 24А. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.